Любовь это то, в чём я прав и не прав, и только любовь даёт мне на это право. Любовь, как куранты отставших часов, и стойкая боязнь чужих адресов. Любовь это солнце, которое видит закат. Это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена, любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд, Свердловск, Ленинград и назад. Это поезд туда-сюда и назад, где нет времени. Небо над нами — это колокол без языка. Раньше язык был, но теперь небо пустое, и мы, мы рассыпанные по полю колокольчики. Сегодня я расскажу вам сказку. Сказку о человеке, который умел поднимать человеческое сердце с самого глубокого и тёмного дна. Из того пространства, куда никогда не заглядывали светлячки, и куда даже ночным мрачным совом путь был закрыт. Это было давно. Настолько давно, что люди ещё были совсем другими. Многие из них умели чувствовать, умели любить. Человек тогда был светлее и наивнее. Его не сковывала множественная грязь экономических манипуляций. В Республике Свободного Труда человек имел совсем немного прав, однако смеялся и плакал искренне, что сейчас происходит всё реже и реже. Уже тогда, когда сложно было быть иконой в размере оклада, заформировался тот задел на нашу с вами реальность, который, как понимали многие, не приведёт к Пилату. И в то время, когда ещё можно было что-то изменить, в качестве самих человеческих душ находились люди, чей труд сегодня был бы тщетным, напрасным. Они торопились изменить перспективы, спешили своим творчеством ударить в огромный колокол, уже чувствующих остуду сердец. Сегодня вы можете найти эти колокола и колокольчики в музеях искусства, ломбардах, грязных подворотнях, которые ещё тыкаются, подобно слепым щенятам, в ноги очередного безумного молодого поэта. Ведь только молодость способна создать новое, вытащить его из небытия. И давайте не будем говорить о том, почему со временем мы увядаем, и нам приходится прятать своё сердце в латах из синего льда. Вся эта броня одинакова. И у всех валенков, которые рано или поздно надевает каждый из нас, мы уже обнаруживаем этот некогда ненавистный, одинаковый фасон. В тисках целесообразности мы не взрослеем, но пропадаем и погибаем, и встаём в ровный строй. Но если хочешь жить честно, существует только два способа. Остаться молодым навсегда или общаться с молодыми и ориентироваться на них. Однако нужно быть осторожным, потому что сегодня борьба за молодость и за добрый свет детства день за днём приносит не самые утешительные вести. Когда в битве за светлое, за молодое, ты раскрываешь эти ножны из синего льда, то уже обращаешь внимание, что молодость бесплатно обменивает чувства на технологии. Ты со своим идеализмом, оказывается, снова устарел. Мир всё глубже тонет в приобретениях, и сердце его бьётся всё тише, тише, замолкая и растворяясь в общей гулкой тишине бесконечной зимы. Но во времена, о которых мы говорим сегодня, снежная тишина колоколов иногда ещё разбавлялась набатами творческой живой души. Тогда лёд только начинал расползаться в каждом из городов. Он окутывал шпили башен, административные и муниципальные центры, и в страхе этой вечной зимы ещё блестели огоньки маленьких кочегарок. От Камчатки до Калининграда люди боролись за собственное право сеять тепло и свет. Когда почву ещё брал коловорот, и земля была мягкой, вполне пригодной для пахот, и жил наш сегодняшний герой. Очередной сказочный персонаж этой большой и упрямой страны Александр Башлачёв в лабиринтах. Александр Башлачёв родился в мае 1960 года в Череповце. Этот достаточно большой областной город, около 300 тысяч человек населения, живёт в основном за счёт своих заводов и химических предприятий, и, как это бывает во многих городах подобного типа, люди едут сюда преимущественно за работой. В свободное время большая часть населения, конечно, пьёт. Серые будни дают о себе знать, но в семье Башлачёвых всё не так. Мать Александра – учительница в школе, а отец – начальник цеха Череповецкого металлургического завода. Живут, как и все честные работяги, не бедно, но и не богато. И кажется, что очереда серых дней за окном так никогда и не закончится, не рассеется, не будет взрыва красок, эмоций и чувств. Но в копилку любви и надежды маленького Саши в детстве по крохотной монетке падают те самые капли любви, с которыми уже совсем скоро ему самому будет не сладить. Ещё в школе Александр начинает писать стихи для классного альманаха. Маленький Саша аккуратно выводит букву за буквой, рифмуя слова буквально на лету. Стихи становятся не столько его хобби, сколько стилем жизни. В шестом классе Башлачёв берётся за прозу. Книгу, которую он втайне будет писать, присытившись стихами, не увидит никто из его одноклассников и учителей, потому что она будет уничтожена самим автором. Но каким же чудесным было это время? Время, когда можно было склониться над очередной книгой по философии или Томиком Есенина и погрузиться в те образы, в те тайны бытия, которые автор с первых же букв начинает вытаскивать как бусинки на нитке откуда-то из глубин своей души. И истинно прекрасны те времена, когда мы понимаем, что впереди нас ждёт только самое лучшее, только самое светлое. Между тем время обучения летело. Да и в целом времени оставалось не так уж и много. Александру уже исполняется 20 лет. Неудачный опыт работы художником на заводе отца в очередной раз расставил все точки над «и». Саша хотел стать журналистом и никем иным. Он чувствовал живое дыхание слова, мог привораживать рифму, и тексты заклинания уже начали свой ритуальный хоровод в молодой и стопроцентно безумной голове юного поэта. Во время его учёбы в Свердловске на факультете журналистики рождается первое произведение из тех, что в будущем принесут Башлачёву славу самобытного национального поэта. Это будет Грибоедовский вальс. Вот она. Первая полупрофессиональная проба гитары. Эти руки молодого, неуверенного в себе поэта, который после первых аккордов уже начинает плавные словесные плетения, уносящие нас куда-то вдаль. Мы, подобно главному герою произведения, проваливаемся в трагическую вселенную, в которой не хочется жить, но которую хочется изменить. Мы стоим на маленькой заплёванной деревенской сцене малоизвестного совхоза Победа. Видим все эти лица, морды на слёте симпозиуме, ловко прыгаем на последнюю ступеньку поезда Свердловск-Ленинград и, надеясь на лучшее, пьём горячий чай у промёрзших насквозь окон вагона, пытающихся съесть жар, сердец и внутреннее тепло, спасающее попутчиков своих от вечного поста мёртвой белой зимы. Всё это происходит здесь, сейчас. Словно переносясь из настоящего в прошлое, мы окунаемся в атмосферу этих песен, времени для которых не существует, но которые некогда родились на бумаге, сложились в пару ловких-вёртких слов и были утверждены своим создателем. Но коридор к первоисточнику снова схлопывается, а первый предохранитель в голове Башлачёва уже перегорает, как вы понимаете. Окончив песню, он ставит гитару рядом с собой, закуривает беломор и понимает... Вот оно. Вот то, ради чего стоит жить. В памяти всплывает момент из детства, когда, прочитав опыты Мишеля де Монтэня, он уже выводит для себя формулу, определяющую нравственность человека как его независимость. И единственным путём, который сможет дать эту независимость, конечно же, является творчество. Не столько журналистское, сколько поэтическое. Вольный дух, который поведёт Башлачёва по жизни, от первых ступеней института до того самого проклятого подоконника, уже бьёт фонтаном и не позволяет изменить самому себе. Лишь хорошая дружба со старостой группы спасает его от выговоров по поводу многочисленных прогулов. Кажется, что он не учится, а просто воспринимает всё на лету. Предметы, связанные с литературой, даются ему крайне просто. Проблемы возникали только с военной кафедрой, на которую сплошным потоком текли башлачёвские справки о плохом состоянии здоровья, выписанные то тут, то там полузаконным образом. И дело здесь даже не в нежелании служить, но в том самом нежелании прислуживаться и действовать по указке, которая уже тогда воспринималась как попытка откосить. Как нелепица какая-то, неуважение к своей стране. Но о каком неуважении может идти речь, когда понимание Родины и государства абсолютно расходятся в сознании? Когда своим духовным вкладом человек ежедневно сдвигает такие непосильные глыбы времени и морали, совершает труд, который до сих пор трудно недооценить? Ведь у каждого сознательного человека свой фронт в нашей сегодняшней жизни. Это и есть тот самый вечный пост, как вы понимаете. Однако и на обычных лекциях Александра видят нечасто. Его образ жизни всегда являлся для близких и друзей загадкой. Полуночное существование в сыром неотапливаемом полуподвале сказывалось на нём достаточно сильно. И порой болезненность, вызванная самим фактом такого существования в чужом городе, выплёскивалось не стихами и песнями, но нервными срывами, которые Александр старался ото всех скрывать. Но то, что можно скрыть от других, никогда не утаишь от себя, верно? По факту этих депрессий подпольными путями Башлачёв сделает себе справку, которая освободит его от службы в армии. На бумажке, заверенной штампом врача, будет красоваться одно единственное слово. Циклотемия. В посиделках с друзьями, которые обычно продолжались ночами напролёт, Александра спрашивали, что же он хочет от жизни. И это был очень уместный вопрос. Молодой поэт, чьи стихотворения, написанные для группы «Рок Сентябрь», сделали её лауреатом конкурса, проводимого в то время комсомольской правдой, лишь улыбался и, откинув голову на спинку кресла, говорил, «Я хотел бы быть ветром». И вот он, первый из последних гениев современной литературы. Не только ветер, но и свеча, которую, как вы понимаете, очень легко погасить. В 1984 году Башлачёв увольняется из редакции газеты «Коммунист». Его утомляют бесконечные похожие друг на друга темы для статей, самые, что ни на есть, советские. Здесь и достижения ударников труда, и прочие заметки о работе партии, а также вечные поиски тех, кому на Руси жить хорошо. Он пытается разнообразить их собственным журналистским видением подрастающей рок-культуры, но рано или поздно это утомляет. Позже в своей книге Лев Наумов процитирует Башлачёва. Если ты чувствуешь в себе любовь, ты люби и рассказывай о ней. Если ты что-то ненавидишь, как мы поняли, это тоже любовь, рассказывай об этом. Но честно слушай себя. Не пытайся придумывать какие-то немыслимые образы, целлофановую культуру создавать. Жизнь есть жизнь, и она не простит тех, кто думает о ней плохо. Душа Александра уже больна другой Россией. Не краснознамённой, подневольной, абсолютно вахтёрской, но свободной и мыслящей самостоятельно. Его рок — это музыка. Это рок, музыка, которая учится сама у себя. Начинается с колокольчиков на шее и запястье, зарождается семенем земляники в январском лукошке песни и прорастает в зрителях, расцветая отголосками того самого имени-имён, которое бездумно растерзано миром. Миром, в котором очередной богатырь не на жизнь, а на смерть бьётся собственной головой и уже не видит, что всё произрастает из него самого. В том же году близкий друг Саши, Леонид Парфёнов, знакомит его с журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким, публикации которого в это время уже были запрещены в советских изданиях. На счету Троицкого к тому моменту было множество статей про группы такого масштаба, как The Beatles и Deep Purple. Увидев у себя в дверях очередного поэта-композитора, а-ля непризнанный Высовский, он, конечно же, без особого восторга посмотрел на него, предложил сыграть что-нибудь из своего. И в этот момент происходит что-то невероятное. Башлачёв берёт в руки гитару и резкими ударами задаёт ритм, задаёт темп биению сердец. Он, отточенными, уверенными движениями пальцев по струнам, уже растирает себя в кровь, в стружку, выдавая уникальный по своей силе материал, баронкой раскручивающейся из несмелой рифмы до очередной аналогии. Он из простого ковал сложное. Ковал плуг поэта-пахаря, соблюдая весь творческий процесс, от простого поднимаясь в слоги и идеи во всё более сложные картины и образы, над которыми весёлыми, скачущими плесунами перепрыгивали по семи кругам беспокойного лада его пальцы, взвывая на горячей струне. Троицкий смеялся. Парфёнов не сразу понял, что вызвало этот смех, и озадаченный язычеством ситуации, той магией, в которую оказался вовлечён, просто ждал развязки этого невероятного поэтического хоровода. А маленький человек с гитарой уже растворялся в пьянящем, болью и скорбью в воздухе, превращаясь во что-то удивительное. В такие минуты человек исчезает, и из него говорит что-то великое, необоримое, нечто занимающее всё пространство вокруг себя, изжимающее лёгкие слушателя, изнутри захватывая дух. Именно так расправляет крылья новорожденная бабочка. Именно так начинается путь длиною в четыре неполных года. Троицкий, тогда ещё волнительно заикавшийся, конечно же, почувствует, что в Башлачёве что-то невероятное. Он предложит ему поехать в Москву или в Питер, туда, где такого ещё никто не слышал, но где уже формируется первый эшелон. Рок поэзии, для которого Башлачёв будет признан годным и рядовым. И вот само время закрутило Башлачёва в колесе квартирников, на которых он молился любви под звон колокольчиков и перебор гитарных струн. И молитвы эти были такими родными и близкими, что даже видавшие виды музыканты отмечали их стройность и гармоничность. Но, несмотря на уникальный стих, Александр так и не смог подобрать своего ритма. Он всегда вырывался за рамки нужной, причесанной песни, отказывался от многих предлагаемых концертов, перед публикой предпочитая небольшую компанию уже известных ему людей, которые помогали организовывать все новые и новые выступления. И как олимпийский огонь, весть о новом талантливом исполнителе уже переходили из рук в руки, передавались на магнитофонных лентах. А Башлачёв все так же неуемно сбивал пальцы в кровь, оставляя капли души не только на гитаре и собственной рубашке, но и в сердцах каждого своего слушателя. Но многие квартирники не всегда заканчивались ночлегом на месте выступления, а значит, вечером надо было расходиться по домам. И Александр, взяв гитару в руки, спускался по лестнице очередного подъезда. Питерская ночь слепила своим темно-синим небом. Он шел мимо маслянисто-черных речек, закованных в гранит, мимо новостроек по опустевшим улочкам. И идти ему было некуда, ведь дом его находился где-то там, в далеком Свердловске, где в 1985 году рождается его первый сын. Иван В отличие от своих коллег по цеху, Цоя и Агузаровой, Башлачев не стремился к славе, деньгам и публике. Александр играл для своих, и свобода от популярности в его понимании, конечно, соответствовала внутренней свободе. В свое время он был дружен с Андреем Вознесенским и Салой Борисовной Пугачевой, которая во время очередной их встречи нарисует на внутренней обложке его паспорта сердце и каплю крови. Но все это не то, не то, не то, не то. И как же нам сложно понять загадку души настоящего поэта, для которого творчество — это не деньги или заработок, для которого боль — это фильтр, а следование за своей больной любовью к миру — необходимость, ведущая к очищению. Но приходит время, когда после продолжительной тяжелой болезни сын Башлачева умирает, и дичайшая депрессия накрывает поэта с головой, и она заставляет творить, заставляет пульс в висках биться сильнее, потому что если не работа, то смерть. И именно после этого события были написаны самые монументальные башлачевские песни, песни-плачи, песни-притчи, песни-эпосы, песни-обелиски. Случай в Сибири, Пасашок, абсолютный вахтер Егоркина-Былина на жизнь поэтов и, конечно же, Ванюша, как чудовищная исповедь светлой и незапятнанной грехами русской души. И уже становится неважно, а снег на улице лизной, работа кипит, кипит, если не в тетради, то в голове. Александр предпринимает попытку записать свой первый альбом «Вечный пост», но поступает с ним так же, как и со своими школьными произведениями. Уничтожает оригинал, потому что он не соответствует его ожиданиям. Слишком грязно для записи, но слишком прилизано для понимания и передачи всего, всего того коктейля чувств, который бурлит внутри. И остается последний выход. Бумага. Башлачев судорожно записывает все свои тексты. Нужно успеть, нужно успеть, нужно все закончить. До записи одной из последних песен «Вишни» мало кто из друзей подозревал, что происходит с Александром. Ведь он всегда был таким. Сам уходил и сам приходил. Если квартирник был ему в тягость, то он просто отменял его. Находил тех людей, которых ему нужно было найти. Ночевал неизвестно где, нередко переезжая от друга к другу. Зачастую собирал бутылки на улицах Санкт-Петербурга, чтобы накопить на билет домой. В последние годы жизни само существование его превратилось в переезды, в побег от самого себя. А к чему еще может привести такой повышенный внутренний градус горения? И вот перед нами финал. Тот самый финал, который до сих пор остается неразгаданным. Пес Петербург лакает нефтяные воды Невы. Холодная февральская ночь. Белый хоровод снежинок вихрем проносится за окном, а человек с гитарой аккуратно перевирает струны усталыми пальцами. Его глаза уже не такие жизнерадостные, как несколько лет назад. Он выглядит сосредоточенно и выстраивает свои песни каким-то определенным, пугающим образом, развивая в повествовании мотив смерти, доводя притчу о ней, по словам очевидцев, до последней, финальной точки. По оконному стеклу со стороны квартиры уже сползает одна капля воды, потом другая, потом третья, и все те, кто видел Александра в эту ночь уверяют, что он был немного не в себе. Собрал друзей вместе, никого не предупредив заранее, испытывал тяжелую душевную депрессию, сильно нервничал. Тексты его тяжелые и болезненные, до сих пор наизусть никто не знал, что заставляло Башлачева огорчаться еще больше. А вдруг все зря? А вдруг все это никому не нужно. Наступает утро. Неожиданно быстро. Саша проснется первым, будет ходить по квартире из угла в угол, попытается разбудить хозяев, ведь сегодня они вместе собирались в баню, но никто не просыпается, все досматривают свои спокойные утренние грезы, сны. И пока все спят, замкнутые, как в клетке, Башлачев спеленатый своими идеями, словно простынями плацкартного вагона, подойдет к окну. Через открытые ставни холодный снежный ветер дует прямо в лицо, а окна... окна не такие, как принято представлять себе. Высокие, большие, нет, нет. Они странные, прямоугольные. ставни параллельного мира. Вы понимаете, о чем я. Александр берет в руки трубку телефона, звонит своей жене. Она ждет от Саши сына, его зовут Егором. Башлачев точно это знает. Он сегодня, как никогда, молчалив, и за весь разговор произносит лишь несколько уже избитых временем фраз. Александр что-то взвешивает и, кажется, о чем-то безумно сожалеет. И тот самый ветер, которым он всегда мечтал стать. Но теперь, конечно же, поздно. Теперь уже поздно. Все. И жить на взрыд больше не получается. И высота такого окна не позволяет человеку встать на подоконник в полный рост. Приходится присесть, свесив ноги вниз. И вот тот единственный момент, когда ты еще жив, но уже приходит осознание содеянного, когда голые стопы касаются холодных кирпичей фасада здания. Чувствуете? Пути назад уже нет, и обратно не заберешься, и остается только раскинуть руки и немного оттолкнуться от подоконника. Немой мертвый февраль еще долгое время будет заметать в югами северную столицу, провожая по дороге на погост одного из лучших своих поэтов, поэта, которого впоследствии будут сравнивать с Пушкиным, Высоцким. Александр Башлачев похоронен на Ковалевском кладбище 23 февраля в день защитника Отечества. Конечно же, это очень символично, не правда ли? На крышку гроба заботливые друзья положат гитару и похоронят ее вместе с Сашей. Он очень любил уйти на охоту в Ампилово. И все собравшиеся здесь сегодня ожидают от него невероятной мистификации, что, подобно Зилову, он выпрыгнет им навстречу такой живой извинящий человек на пружинах, но чудо не случается и... и снова в немую землю, как уже сотни раз до этого опускают человека, чей затихший голос дал окружающим неимоверный заряд силы и любви. Того, кто проповедовал любовь, как воздух, необходимый для жизни и кто жил так же, как горел, как писал в своих сложных и таких нужных песнях. Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие прорвется к перу то, что долго рубить и рубить топорам, поэты в миру после строк ставят знак кровоточия, к ним бог на порог, но они верно имут свой срам, поэты идут до конца и не смейте кричать им «не надо», лада. сказать, что к Башлачеву после смерти приходят в гости толпы друзей и поклонников, нет, скорее гости очень даже редки, да и, как кажется, не очень здесь уместны. Саша никогда не стремился к славе, однако она нашла его сама, потому что пришло время поэзии, пришло время музыки сердца, и он с природой поменялся местами, теперь уже не на его запястье звенит колокольчик, а на березе, которая растет рядом с последним пристанищем Сашбаша. Не он поет свои песни притчи природе, но она гулким эхом бубенцов сожалеет об утрате, о потере, которую уже никогда и ничем не восполнишь. Сашбаша. 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 ширка нас кар保. Сашбаша. Сашбаша. Субтитры создавал DimaTorzok